Глава фискальной службы. По результатам обысков в Киеве расследуется 9 уголовных производств. В настоящее время государственная фискальная служба ГФС расследует 9 уголовных производств, которые объединены единственным предметом – преступным хищением средств бюджета ГКиев. Об этом сообщил глава фискальной службы Вадим Мельник во время пресс-брифинга в пятницу, 28 мая. Указанные уголовные производства расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения государственного имущества. По данным статьям УКУ правонарушителям грозят серьезное наказание. Например, максимальная санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до третьих лет из конфискации имущества, отметил Вадим Мельник. По его словам, в этих делах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделяются средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах общины Киева. Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия следующие. Киевский метрополитен – 9 млн гривен. Киевгорсвет – 12 млн гривен. Киевзеленстрой – 40 млн гривен. Киевовтодермост – 30 млн гривен. Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений ГКиева – 9 млн гривен. Киевпостранс – 40 млн гривен. Киевовтодор – 18,6 млн гривен. Кроме 40 обысков, которые проводились с 11 по 27 мая, в уголовных производствах осуществляют и другие следственные действия, сообщил Вадим Мельник. В частности, проведено 53 допроса должностных лиц и служащих коммунальных и коммерческих предприятий с признаками фиктивности. Проведено 6 экспертиз, в том числе судебно-экономических и строительных технических. У 13 человек, причастных к преступной деятельности, отобраны образцы почерка для проведения экспертиз. О подозрении в настоящее время сообщено 4 человек. Наложено 9 арестов на денежные средства, имущества, печати и документы, которые изъяты во время обысков у предприятий фигурантов. Мельник отметил, что в рамках расследованных уголовных производств целью ГФС являются прекращение преступной деятельности, возмещение убытков и привлечение виновных к ответственности. В то же время глава ГФС сообщил, что сегодня у правоохранительных органов никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко нет. Также Кличко не проходит по вышеупомянутым делам в качестве свидетеля, и его не вызывали на допросы. Напомним, ранее председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что в обыске в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. Субтитры создавал DimaTorzok